Всем привет дорогие друзья, с вами снова Айдемната Спейс и добро пожаловать в мой новый эпизод рубрики сравнения, в которой мы с вами сегодня будем рассматривать такие вот два замечательных набора, ну они тут у меня конечно же не полноценные, потому что вместе с этим ATLT, как вы знаете, идет вот такая вот махина под названием Dropship, которая его перевозит, но, так сказать, for the purposes of this video, для целей данного видео мы будем с вами сравнивать только шагоходы. Это шагоход ATT и шагоход ATOT. Я буду высказывать свое мнение насчет того, какой шагоход мне нравится больше и какой мне кажется более интересным, хотя опять же у них абсолютно разные задачи во вселенной Звездных войн, то есть этот у нас используется именно как такой вот тяжелый танк, вот, а это у нас для переброса именно определенных войск в какую-то точку на территории, которую уже, ну, патруль прошел и увидел то, что нет врагов, можно, в общем, перевозить разные свои силы и, в общем-то, да. Так что давайте посмотрим. ATT у нас был один набор, то есть один набор, в смысле вот один ATT, он и есть в наборе. С ATT, как я уже говорил, был еще Dropship. Это у нас версия ATT 2008 год, это 2009 год, ATT, извиняюсь, это ATT, это ATT 2008, 2009, то есть этот на годик его старше, но, в общем, неважно. Давайте сначала посмотрим, наверное, на ATT, конечно же, у меня обзор на канале был, но так в общих чертах пробежимся. Что мне очень нравится в этом шагоходе? Ну, естественно, его дизайн, мне он всегда нравился, вот эти вот особенно большие ноги посередине его, они все здесь у него, ну, якобы болтаются, но это сделано для того, чтобы можно было ими проще двигать. Здесь вот эти у него лапы на резиночках там закреплены, вот там вот внутри на резиночках, также у него имеются фронтальные пушки подвижные, здесь у нас открывается кабина, можно садить клона, здесь еще один клон сидит, который управляет гигантской пушкой. Я раньше об этом не задумывался, но сейчас подумал, типа, его что-то легко будет снайперу какому-то снять, и все, пушка, главное, вывезти из строя. Ну, это ладно, это оставим на совесть создателей, открывается кабина, тут можно два чувака посадить, и также тут имеются пушки, вот это открывается, и пушки выстреливают, только что выстрелило, вот вы можете видеть. И давайте я прямо в камеру, вот такая вот офигенная здесь специальная пушечка, их здесь две штуки, это старые лего пушки, которые уже, к сожалению, не делают, потому что лего деградировало. Сзади у нас также открывается, здесь у нас тоже есть место для ваших пехотинцев, четыре сидения, вот там вы можете видеть белые такие вот резиночки, которые поддерживают эти лапы, дабы они могли быть подвижны. Также вот эти все штуки, пластинки немного подвижны, но это, понятное дело, не нужно их двигать, это просто, чтобы передать вот эту вот геометрию всю, вот такую вот интересную форму. Вообще, ATT очень красивый, очень приземистый шагоход, необычный, второго такого нет. Также у него имеется ручка, и если вы задавались вопросом, возможно ли перевозить ATT дропшипом, да, друзья, это можно делать, я показывать не буду, но это возможно, и это просто офигенно. Так что, да, мне очень нравится визуальный ATT, мне кажется, в нем выполнено все с изыском, здесь имеются отличные пушки, функционал, он открывается, садите клонов, что хотите с ним делайте, он у нас максимально мобильный и универсальный. Что касается ATT, давайте поговорим о нем, я, в принципе, о нем недавно все в обзоре рассказывал, но повторюсь. Итак, лапы, лапы нашего шагохода, у него их в этом случае 8 штук, в то время как у ATT было 6, они у нас не закреплены на резиночках, именно поэтому они вообще по жесткому болтаются, то есть вот так вот болтаются, но это сделано для того, чтобы вы на ровную поверхность вот могли его поднять, поставить, и он принимал нормальную форму, в общем-то, позицию, да, но, к сожалению, на мягкой более поверхности, как здесь у меня, он так, ну, не так flawless работает, но зато можно его так поднять и имитировать его ходьбу, таким вот образом. В принципе, да, 8 ног, они все одинаковые, эти лапы, ничего про них плохого не могу сказать, единственное то, что вот эти маленькие штучки отваливаются постоянно, не знаю почему, возможно, потому что у меня детальки старые, но они в любом случае закреплены здесь не лучшим образом. Вот мне кажется, что дизайн у ATT вот здесь вот с вот этими деталями был получше, из-за того, что они не норовят отвалиться так сильно, как эти, но это ладно. Самое большое отличие шакоходов, это, понятное дело, отсутствие крыши у нашего перевозчика клонов, и наличие 16 вот таких вот сидений, на которые мы, конечно же, садим наших бравых республиканских воинов, вот, и, в принципе, да, тут есть такая же ручка наподобие, как у ATT, имеются небольшие щитки, вот эти вот защитные, и вместо, а у него тут сбоку тоже пушек нет, но здесь есть по бокам пушки, бластеры, которые можно, можно поднять вашего клона, типа он тут стреляет, как из такой маленькой турели. Так, ну и что еще? Сзади, понятное дело, опускается, наши клоны могут выходить, сзади у нас имеются две пушки, подобные ATT, то есть почти то же самое. Спереди, спереди у нас кабина, кабина у нас не так защищена хорошо, как у ATT, там, если вы помните, четыре вращающиеся пушки, а также одна большая сверху, но так как это транспортник, и он обычно у нас перемещается в места, где уже все прочищено, и известно, что нету войск дроидов, то у него здесь имеются просто две пушки, ну, довольно мощные, но они опускаются, поднимаются. Кабина, мне нравится больше, чем в ATT, она более классная, как по мне, и открывается несколькими, можно сказать, сегментарно, так, раз, два, три, четыре, то есть так вот интересно, все это здесь задизайнено, здесь у нас сидит, конечно же, клон пилот, вот он, ну, и он так закрывается, мне кажется, ему здесь очень уютно, такая у него кабина классная, очень нравится. Здесь такое вот место остается, и вот это отгинается, зачем, ну, я думаю, вы все помните, для того, чтобы кабину можно было сложить, и, конечно же, прилететь дропшипу, забрать его, и улететь, перевести в безопасное место, так что, это отличная функция данного набора. Ну, и в целом, что еще можно сказать про этот шагохот? Он, конечно, выглядит совершенно иным образом, чем ATT, ибо он служит для совершенно других задач, по сути, у нас ATT, это такой вот танк бронированный, который пройдет везде, где нужно, разобьет вражеские силы и спокойно вернется на базу. Вот ATT, ой, точнее, AT-OT, у него совершенно другие задачи, у него задача перевести вот это огромное просто количество клонов, и вы можете их на все сидения посадить, я просто этого не сделал, но вы понимаете, насколько просто это эпично смотрится. С точки зрения внешнего вида, ну, мне кажется, ATT, конечно, выглядит поинтересней. Лично мне всегда он нравился больше, я его всегда больше хотел, чем ATT-OT, но, как вы знаете, данный шагохот намного более редкий. Вот, но все равно мне нравится дизайн этого шагохота больше, потому что, ну, какой-то более такой классный, такой взбитенький. Этот, ну, блин, понятно, что он должен перевозить клонов, поэтому он открытый, все дела, меньше пушек, меньше наворотов, вот. Но с точки зрения того, что они делают во вселенной, это все, понятное дело, объяснено. С точки зрения набора и как они сделаны, какой сделан лучше, у кого круче конструкция и все дела. Ну, скажу так, у ATT, конечно, больше функций, то есть он открывается. Понятно, тут открывать ничего не надо, тут все и так открыто, но все равно мне всегда нравилось, когда набор можно открыть, там внутри ваши человечки, они там что-то делают. Вот, здесь имеется турель, которая вот так вот подвижно выстреливает пушки. Вот отсюда имеются вот эти вращающиеся элементы. Открывается кокпит с клоном, можно его достать оттуда. Ну, кокпит здесь хуже, ну, по крайней мере, это просто мне так больше нравится ATT-OT, но здесь он тоже так сделан. В принципе, неплохо, но вы можете видеть, я чуть-чуть до него дотронулся, и вот эта деталь уже отпала. Вот, какой набор вам стоит брать? Друзья, все зависит от того, какой вы хотите больше. Понятное дело, что ATT будет дешевле, хотя он и так не дешевый, если мы говорим про набор Войны Клонов. Вот, и, естественно, набор ATT-OT и Dropship, он сейчас стоит, ну, в такой комплектации, как у меня, то есть в полной комплектации, и, ну, без парочки наклеек, да, ну, минимум где-то 700 долларов, друзья. Да, это очень много, это, мне кажется, даже с некоторой стороны безумие, но такие вот дела, набор очень редкий, вот, поэтому взять его смогут только, наверное, самые заедлые коллекционеры, кто готов очень много денег на него потратить. Стоит ли он этих денег сейчас? Я бы сказал, что да, но если бы у меня его не было с 2009 года, я бы его вряд ли смог себе купить, поэтому, поэтому не знаю, друзья. Так что, если вы хотите просто какой-то шагоход для вашей армии клонов, я бы склонялся к варианту ATT. Он дешевле, его проще достать, он более такой мобильный, подвижный, выглядит больше как танк, и вы сможете использовать его для любого сценария в вашей анимации, диораме, игре, в чем угодно. Почему? Потому что, ну, он более просто универсальный, он может сражаться на поле боя, а этот, ну, его нужно только транспортировать, он перевез клонов, и все. Но для абсолютно такого хардкорного коллекционера армии Галактической Республики в Лего, конечно же, ATOT нужен, это мастхев, потому что, ну, блин, этот шагоход незаменим в армии клонов в Звездных войнах, поэтому, да, друзья, в идеале, конечно, иметь два этих шагохода, и, честно, вы не пожалеете, если у вас будут именно два вот этих шикарных шагоходика ATT и ATOT. Вместе они выглядят просто шикарно, у них интересная цветовая палитра, они все друг с другом сочетаются, и видно то, что они принадлежат к одной фракции. Так что это очень здорово решать вам, с вами был я, Dominato Space, я благодарю вас всех за внимание, всем удачи и пока!